друзья всем привет у нас сегодня второй эфир из запланированных сегодня у нас масляная живопись и сегодня мы с вами рисуем вот такой вот пейзаж несложный я надеюсь в полчасика уложиться показать вам основные приемы как можно быстро легкой рукой нарисовать пейзаж маслом и так на прошлом эфире мы с вами разбирали какие краски необходимы для первоначального набора вот говорила вам о цветах о кистях о холстах и так далее сегодня я буду использовать вот такой вот небольшой холст на картоне я в основном их использую для мастер-классов для обучения этот формат у меня а4 то есть альбомный лист взяла поменьше чтобы удобно было чтобы вмещался так скажем в экран потому что с телефона не совсем удобно снимать большие форматы ну естественно чтобы уложиться побыстрее поэтому сегодня у меня холст на картоне размер а4 три кисточки основные это синтетика плоская кисть pinax номер 14 круглая кисть pinax номер 7 и какая-то китайская фирма номер 4 то есть для прорисовки можно для прорисовки взять еще более тонкую кисть либо вот такую но чтобы кончик был сформирован в тонкое такое перышко если вас тем более новая кисть то в принципе вы можете справиться вот такой кистью далее у нас сегодня с вами будет основных несколько цветов всего их будет 6 из которых мы потом намешаем и получим дополнительные цвета в качестве палитры я сегодня буду использовать одноразовую тарелку поэтому я сразу готовлю краски уберу небольшое количество так как формат у меня небольшой формат холста мы используем сегодня белила используем желтую среднюю далее идет красная светлая потом идет у нас вот такая вот средняя синяя я говорила на прошлом прямом эфире что такой цвет может входить у вас в основной базовый набор цветов дальше у нас ультрамарин и уброженная вот основные цвета базовые которые нам сегодня понадобятся с вами и сегодня также я использую разбавитель номер один у меня нет масленки нет моей чашечки поэтому я копаю себе немножко в в крышечку дополнительные цвета я также буду разбавлять вот здесь и показывать вам также мне понадобится еще в качестве салфеток туалетная бумага или можете использовать салфетки еще раз покажу вам картину как от которой мы будем отталкиваться да то есть я я не могу поместить потому что она не влезет в камеру я думаю в принципе она вам как бы сейчас не нужна поэтому все внимание у вас будет равно на холст что я делаю первоначально мне необходимо закрыть весь холст в нужные мне цвета поэтому я беру широкую кисть так как буду сейчас закрывать большие плоскости немножечко окунаю мочу смачиваю так скажем в разбавители и намешиваю нужные мне цвета сначала у меня это будет белый с таким ультрамаринчик а намешиваю получаю голубой цвет небесный очень светлый чуть-чуть можно добавить голубого и начинаю перекрывать холст сверху и увожу вниз смотрите у вас консистенция краски должна быть как сметана не нужно делать очень жидко не нужно чтобы у вас просвечивалась фактура холста все это нам не нужно то есть должно быть достаточно кремообразно все предварительно я конечно же учитываю пропорции да то есть я рассчитываю сколько у меня будет небо да то есть какое количество какое количество холста у меня займет полоса неба это чуть меньше половины холста учитывая учитывая это я где-то вот досюда закрываю все вот этим самым голубым цветом иногда подмешиваю ультрамарин иногда среднюю синюю то есть чтобы у меня не было очень плоское небо и такое скучного цвета да я играюсь так скажем с цветами чуть-чуть того чуть-чуть того и фактурно заполняем я стараюсь не делать не что значит фактурно то есть вот такие вот ляпки 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 допускаются и слой конечно же у меня не толстый потому как сегодня мы как раз коснемся вот такой вот таким способом рисования такого способа рисования как многослойная живопись да то есть мне сейчас необходимо покрыть холст какие-то определенные цвета и потом уже по вот этому слою я буду допускать еще какие-то прорисовки поэтому для того чтобы у нас следующий слой краски лег хорошо нам необходимо чтобы этот слой был не очень толстый не очень жирненький чтобы он нам потом не мешал не мешал когда мы будем накладывать следующие слои вот у меня белая красочка закончилась поэтому я еще добавляю вот что то такое у меня происходит в небе я могу допускать вот здесь вот какие-то белые облака то есть если мы посмотрим на картину там это будет всегда когда вы рисуете маслом одно такое основное очень важное правило границы предметов которые вы рисуете и когда вы рисуете именно маслом они не должны быть четки то есть у вас края в основном всегда очень-очень такие размытые и так я набрала основной цвет неба и дальше у меня пойдет ниже вода 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 у меня то есть на горизонте у меня там какие-то горы или какая-то растительность и ниже идет вал в вода и такой определенный какой-то берег я под берег сразу себе намечаю место и начинаю рисовать практически чистым голубым заполняя вот эти места это вот здесь вот здесь чуть посветлее пойдет водичка оставляю место для островков вот этих полностью не заполняем далее здесь тоже что-то остается у меня здесь беру посветлее мы практически работаем одними и теми же цветами сейчас на данный момент и к низу я начинаю цвет усиливать тут конечно искажается очень свет под лампой вот таким вот образом можно допустить вертикальный штрих можно допустить что-то вот такое вообще когда мы рисуем воду и отражение отражения всегда рисуется конечно же вертикально потом уже допускаются какие-то горизонтальные штрихи поэтому можно делать и так и так от направления штриха тоже очень очень многое зависит заполняем добавляю где-то темноту ближе к нам если вы посмотрите на оригинал ближе к нам у нас вот здесь вот вода будет значительно темнее поэтому я даже немножко беру ультрамарина добавляя ультрамарина в воду вот что-то вот такое лишнюю краску можно убрать кисточки обтереть здесь еще кусочек высветлить и теперь я протираю хорошенько кисточку рисую пока этой же кистью мне нужно получить такое достаточно теплый охровый цвет поэтому я беру белого беру желтого красного немножечко коричневого и получают такую охру еще немножко беленького вот этот охровый цвет я начинаю подкидывать уже в берег и так где у нас очень ярко выражен вот здесь от листвы то есть у нас вот здесь вот пойдет отражение воде отражение листвы то есть вот этой вот осенний такой осенних деревьев здесь сначала очень достаточно ярко желто здесь тоже имеется частично такой цвет и здесь имеется тоже что-то подобное смотрите видите охровые смешивается немного с синим и мы получаем третий дополнительный оттенок зеленый поэтому если допустим нам нужны не нужны зеленые оттенки то мы хорошенько должны прочистить кисточку чтобы но именно тогда когда подмешивается ненужный нам цвет далее я ближе к концу к низу холста у нас отражение становится более темным более таким коричнево-красным оттенки осени да у нас есть такие вот что-то такое подчищаю кисточку снова снова замешиваю немножко желтоватого и наношу вот сюда можно где-то допустить размазывание пальцем то есть сделать это отражение таким мягким скажем так где то есть прям красные такие явные оттенки где-то снова допускаем голубой цвет то есть смотрите ничего нового мы не придумываем пользуемся одними и теми же цветами просто они вот замешиваясь иногда получают получают дают нам возможность получить какие-то дополнительные еще оттенки вот и сюда мы снова добавляем яркую темноту такие осенние что-то вот такое притемнить еще здесь и он как-то так вот пока можно остановиться и так у нас вот здесь с вами будет полоса растительности то есть какие-то деревья что-то вот такое можно даже сразу наметить приблизительные размерчики то есть как у нас будут вот эти вот деревья тут выстраиваться в ряд и сейчас я постараюсь закрыть то что у меня осталось еще не зарисованным на холсте это земля здесь можно допустить немного коричневого цвета так белую краску уже третий раз выдавливаю как обычно белый уходит больше всего замешиваю немного такой бежевый цвет и то есть не сильно пока не белый и покрываю вот эти вот места в этот красивый такой беж приятный цвет как я вам уже говорила границы мы четкие не в масляной живописи не оставляем я все это подразмазываю пальцем очень удобно это делать и зарисовываю таким вот образом здесь тоже подразмазываю не старайтесь закрыть если будете пробовать не старайтесь закрыть все в один равномерный цвет допускаются разные по тону разные оттенки так скажем одного и того же цвета где-то больше желтизны взять где-то больше коричневинки то есть старайтесь допускать такую живость и немного небрежность в рисовании ну вот в принципе землю я уже закрыла кое-где и сейчас уже можно взять кисточку поменьше поэтому я беру кисть которую я вам показывала в самом начале вот это круглая с круглым кончиком она у меня правда уже такая вся разлохмаченная но тем не менее рисовать ей можно еще довольно таки долго и давайте мы с вами накидаем вот здесь вот деревья основные цвета которые у нас здесь будет это красный коричневый и зелень зелень я вам показывала в прошлом прямом эфире как я ее замешивала да то есть это любой синий и желтый он дает в перемешке зеленый цвет поэтому можно заранее намешать я беру синий подкидываю сюда желтенького получают такой зеленый чтобы его немножко загрязнить сделать его более болотным я добавляю коричневый цвет коричневый цвет приглушает зелень дает такой более спокойный зеленый оттенок можно приглушить красным цветом вот и попробовать вот таким вот образом где-то накидать немножко вот этого зеленого цвета пройтись кстати вдали у нас такие там какие-то мы видим тоже растительность очень очень размыто что-то там такое вот имеется все это тоже пальчиком можно раздавить чтобы все это реально оказалось на дальнем-дальнем плане можно добавить туда немножко синевы так как по законам воздушной перспективы у нас все что вдали она приобретает голубые сиреневые какие-то холодные оттенки синего сиреневого серого ну и конечно же у нас деревьях будет оранжевый цвет охристый цвет поэтому я намешиваю вот такие вот оттенки начинаю так скажем заполнять какие-то места этим цветом пока что этим потом мы можем взять еще дополнительно много цветов можно допустим пока взяли один свет до работайте этим цветом потом намешали следующий работайте тем цветом чтобы не перескакивать с цвета на цвет можно работать именно так где-то под размазывать вот здесь вот есть очень темные оттенки коричневого да деревья которые ближе к нам они такие более контрастные поэтому я их делаю ярче и вот таким вот образом начинаю еще добавлять как бы в землю до что-то такое hello hello так вот так вот как-то что-то вот так получается что-то такое и сейчас буду заполнять еще дальше пробелы которые у меня остались можно подкинуть каких-то вот этих темных оттенков в песок да в наш в землю вот в эту которая у нас тут имеется тут какие-то камни что-то такое что-то такое то есть есть какие-то элементы можно это допустить накидать растереть и примазать и так дальше я возьму уже цветопад поярче возьму белый и желтый и красный в такой более апельсиновый что ли не мешаю и начинаю подбрасывать более такие яркие светлые пятна на оставшиеся не зарисованные мои вот эти вот участки и заполняем практически все в этот цвет можно взять яркого желтого цвета где-то набросать показать верхушки деревьев более такими формы немного придать другую можно рисовать прям торцом кисти вы тем самым передадите вот эти вот ну как бы на фактуру деревьев так скажем снова беру темноту накидываю сюда куда-то темноту мне интересно кто-нибудь со мной сегодня рисует кто-нибудь изъявил желание попробовать прям в эфире это поделать эфир кстати будет сохранен на сутки и будет обязательно на ютубе потому что сейчас вот это вот и серия прямых эфиров она целый месяц как я обещала обещаю выполнять все в сроке потому всегда вас жду в эфирах ну вот что то такое у нас получилось теперь я постараюсь заполнить вот эти вот моменты как я уже говорила здесь есть темнота и есть очень много белого цвета поэтому я беру и белую краску и начинаю подбрасывать так вот фактурненько очень вот сюда что-то там есть такое голубое какие-то падающие тени тоже так хотите так в чем же дело приступайте пробуйте талант не нужен главное желание и действие так ну вот что то такое здесь у меня заполнилось сейчас я еще возьму белого цвета и постараюсь немного еще выделить вот этот берег как-то вот таким вот каким-то образом что-то допустить вот такое голос завораживающий я стараюсь очень спокойно говорить потому что когда я говорю быстро я начинаю задыхаться поэтому я прям себя останавливаю в эти моменты хочется рисовать обязательно рисуйте вы же понимаете что желание это вообще самое главное в этом деле еще я белизны подкину немного вот сюда в воду до в отражение можно допустить какие-то вертикальные штрихи штрихи в любом случае все что у нас сейчас осталось это какие-то такие прорисовки прорисовки какие-то мелочи детали вот у нас вдали имеется там какие-то белые белые прожилочки достаточно яркие в этой вот в этой линии что-то такое там иногда одного желания мало ну да помимо желания еще нужно конечно мы все люди понимаем да что нужны средства на все это удовольствие но я думаю опять же если есть большое желание то найдутся и средства и возможность научиться вообще инстаграм и вообще интернет такая большая площадка для обучения то есть сейчас мне кажется можно научиться всему чему хочешь главное найти ну свое да своего так скажем учителя то с кем того с кем приятно заниматься получать знания и так далее тот кто доносит так как вам нужно то есть у каждого свое поэтому поэтому я и отталкиваюсь всегда говорю о том что важно желание ну это большой большой как бы показатель и толчок так скажем к развитию немного детализирую затемняют так у меня закончилась коричневая краска спасибо большое и я немножечко затемняю вот эти места деревья которые у нас на переднем плане хочу сделать немножко контрастнее допускаю какие-то синие синие коричневые оттенки вообще когда мы рисуем предметы в тени они всегда синят так скажем приобретают синий оттенок поэтому в тени мы всегда добавляем ультрамарин или что-то такое с фиолетовым отливом холодный оттенок вот что-то как-то так добавляем тени внизу под деревьями какие-то здесь затемнение что-то может быть здесь можно подредактировать пальцем вот вот я вижу еще вдали такая какая-то синевая хоть и размытая но она имеется и в принципе у нас осталась с вами такая прорисовка легенькая в деревьях белым цветом так сейчас еще подредактирую немножко небо здесь оно у нас особо светлое поэтому я беру белый цвет и добавляю жирненько вот эти облака можно добавить немножко сюда так вам отсвечивает да наверное вот так вот будет лучше и вот смотрите у нас есть вот здесь сейчас я вам покажу оригинал у нас имеется да какие-то вот эти вот прорисовки белые стволы стволы деревьев у меня нет очень тонкой кисточки не знаю к сожалению это или не к сожалению немножко испачкало небо так скажем так сейчас две секундочки я возьму свои свою бумагу туалет вот с облаками пожалуй наверное я успокоюсь и так как у меня нет тонкой кисти но мне нужно сделать тонкие беленькие прорисовки стволов я могу воспользоваться вот этой толстой кистью и рисовать торцом я собираю ворс вот в такую вот тоненькую полосочку беру белый цвет наношу краску на торец кисти и прорисовываю как раз таки вот эти вот детали едва прикладываю кисточку то даже некоторые стволы они немножко такие не совсем белые не немножко желтого ты это что-то вот такое вот что-то как-то приблизительно вот там где-то даже вдали допускаются белые какие-то штучки и у нас беленькая есть еще где-то вот здесь вот на берегу да какие-то там высветленные возможно песочные насыпи скорее всего вот здесь вот достаточно много чего-то белого светлого а может быть это даже нет на снег нет на снег не похоже в это время года но это скорее всего очень-очень белый песок я все-таки так предполагаю ну вот в принципе ребят и все что я вам сегодня хотела показать хотела чтобы вы поняли насколько можно быстро нарисовать вот такой вот достаточно полноценный пейзаж для новичков да то есть все что я рассказываю в эфирах в основном для новичков потому что очень многие спрашивают с чего начать как не бояться там и так далее пожалуйста смотрите пересматривайте рисуйте будет желание присылайте можете присылать в директ будем разбирать ваши работы хотите услышать там какую-то критику или подсказки можете мне писать не стесняйтесь я как только увижу сразу же вам отвечу на следующий эфир будет 8 числа 8 апреля рисовать мы будем точнее не рисовать рисовать не будем в этот день мы будем в этот вечер будем разбирать все что касается акварели то есть сначала у нас было масло да с чего начать как не бояться и так далее то же самое у нас будет в понедельник только будем разбирать с вами акварельку поэтому готовьте то что у вас есть какие есть краски будем разбираться буду рассказывать подсказывать и потом уже приступим к рисованию акварели ну на сегодня у нас с вами все всем было рада спасибо за ваше присутствие всем пока пока удачи пробуйте рисуйте и и так и и и